Здравствуйте, дорогие святые! Сегодня у нас будет с вами заключительный урок по теме библейской веры, так что всем добро пожаловать, кто нас слушает. Сегодня мы будем говорить о взаимосвязи веры, дел и любви. Я, конечно, не знаю, в ваших церквях или среди ваших знакомых есть ли такие люди, которые встречаются у нас на Западе и которые каждый раз, когда они слышат слово «дела», они моментально негативно реагируют, они закрывают свое сердце и говорят, ой, нет, какие дела, сейчас благодать, благодать, благодать. Но Новый Завет на самом-то деле нам очень много чего говорит именно о делах и почему дела так важны. И, разумеется, речь не идет о делах, которые должны приобретать нам спасение, которыми мы заслуживаем спасение, потому что спасение приходит по благодати через веру и никак по-другому. Но дела, о которых говорит нам Новый Завет, это дела, которые являются следствием или плодом веры в наших сердцах. И дела эти на самом деле имеют гигантское значение. В частности, в послании Иакова он говорит о том, что вера без дел вообще по сути мертва. Другими словами, вера без дел – это не живая вера, которая пустая, ничего не производит. Давайте с вами по этому поводу откроем Иоанна, 6 главу, 28 стих, где религиозные евреи спрашивают у Иисуса, Итак, 28 стих из Иоанна, 6 главы. Они спросили, что же нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу? Иисус в следующем стихе, 29-м, ответил, дело угодное Богу – это верить в того, кого Он послал. Интересно, что во всей этой ситуации они спрашивают, что нам нужно делать, религиозные евреи, с нашей стороны, чтобы угодить Богу? Но Иисус отвечает им, Он говорит, вам необходимо верить в дело, которое Бог уже совершил. Иисус здесь очень интересным образом их исправляет. Он говорит, это не дела, которые вы можете сами сделать самостоятельно, но это скорее дело, которое вы должны позволить Богу сделать внутри вас. И вера, о которой мы с вами говорим, это вообще вера, которую может производить внутри нас только Бог. Это вера есть нечто совершенно сверхъестественное, это не что-то такое, что мы можем проинициировать или производить нашими усилиями, нашей мудростью и какими-то нашими собственными потугами. А вера, которую сам Бог производит в наших сердцах, обязательно будет делать свои дела, она будет производить свои плоды. Это и является отличительной чертой именно Божьей веры. Давайте с вами еще посмотрим Ефесянам 2 главу. Здесь Павел говорит о Божьем плане для жизни каждого из нас, о всем том, что сам Бог для нас приготовил. Ефесянам 2, 10. Читаю вам. Мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Кресте для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Мы однозначно призваны совершать дела. Но это не такие дела, которые мы сами по себе можем производить или инициировать. Это Божьи дела, которые Он еще до нашего рождения приготовил для нас и которые нам важно понять, осознать и ухватиться за всякую возможность исполнять именно Божьи дела в нашей жизни. И если какой-то человек, например, не видит дел веры в моей жизни, это означает, что вера моя, по сути, мертва, что-то очень сильно не так в моей жизни и с моей верой. И нам очень важно принять дела как абсолютно естественную вещь в нашей жизни. И мы должны сделать все от нас возможное для того, чтобы искать этих Божьих дел в нашей жизни и решить, какие из них на самом деле Бог для нас приготовил. И для того, чтобы эти дела веры, приготовленные Богом, нам понять и начать ходить в них, то есть исполнять их, здесь важен очень один такой элемент, это любовь. Павел говорит в Галатах, в 5 главе, в 6 стихе, Павел говорит, вера действует любовью. Важно нам, исходя из этого, понимать, что любовь чрезвычайно важна, она может быть, если мы хотим делать по-настоящему Божьи дела, мы должны быть в этих делах движены любовью. Именно поэтому, как вы, наверное, помните, Павел сказал об этом в 1 Коринфянах, в 13 главе, он сказал, я могу иметь просто всю веру, но если я не имею любви, я ничто. Без любви на самом деле все, что мы делаем, становится мертвым. И нам очень важно проследить за своей жизнью, чтобы мы не делались эгоцентричными, когда все в нашей жизни сводится только к я, мне, мое, но к тому, чтобы мне преуспевать, к тому, чтобы мне быть благословенным. Павел говорит нам очень ясно, что мы с вами, сегодня являясь верующими, являемся потомками Авраама. И мы с вами, в свою очередь, являясь его потомками, унаследовали благословение Авраама. Что такое благословение Авраама? Благословение Авраама имеет в себе две составляющие. И Бог сказал to Abraham, I will bless you, and you will be a blessing for many. You will be a blessing. Если мы в такой укороченной версии это скажем, Бог, во-первых, пообещал Аврааму, что он во всем его благословит, то есть, что Авраам будет благословен. И, во-вторых, Бог сделает Авраама благословением для всех народов земли. И если вы серьезно относитесь к вашей вере, то вы тогда обязательно возьмете в расчет эту вторую составляющую благословения Авраама. А да, я хочу быть благословенным, но я хочу быть благословенным для того, чтобы стать благословением для других, в свою очередь. Our life or our calling has two aspects. We are here to bring glory unto God, and we are here to be a blessing for other people. That is why we live. И наше общее с вами призвание тоже состоит из двух вещей. Во-первых, я хочу жить ради славы Божьей однозначно, но и во-вторых, я точно так же хочу быть благословением для окружающих меня людей. И, к моему большому сожалению, правда, иногда складывается такое впечатление, что у многих христиан все сводится только к тому, чтобы свою жизнь как-то наладить. На самом деле, многие люди, они затрудняются в том, чтобы решить какие-то простые основополагающие моменты в своей жизни, так что они никогда не доходят до этого момента, чтобы быть уже благословением для кого-то еще. И проблема как раз-таки, она и упирается в то, что люди, они настолько зациклены на себе. Такие люди говорят, Господь, благослови меня, исцели меня, восстанови меня, сделай для меня вот то и это. То есть, это всегда я-мне мое. Но, к сожалению, именно вот этот корень эгоизма, он часто и мешает нам выйти из наших личных проблем. И мы так и не становимся благословением для кого-то еще. Вера, действующая любовь. Да, на самом деле, в нашем стремлении быть благословенными очень важно нам выйти за пределы самих себя. Но когда мы хотим получить благословение не только ради того, чтобы нам иметь лучшую жизнь, а потому что мы хотим, чтобы через это прославился Бог. Для того, чтобы нам быть примером для каких-то окружающих людей и для того, чтобы послужить этим людям благословением. И потому что достаточно давно я увидел эту опасность человеческого эгоизма и зацикленности на себе, именно поэтому я добавил в свой молитвенный список определенную молитву еще много лет тому назад. В моей жизни молитвенной, в моем личном общении с Богом у меня есть определенный список молитв, которые, я верю, Дух Святой положил мне в сердце для того, чтобы я в течение всей своей жизни мог быть человеком, который смотрит на славу Иисуса, который ищет именно Божьего. То есть у меня есть определенные вещи, которые сложились годами и о которых я постоянно молюсь. И вот есть у меня вот такая молитва, которую я добавил уже несколько десятков лет тому назад, но которой я молюсь и по сей день. Я постоянно говорю это пред Богом. Я говорю, Господь, дай мне сердце слуги. И я верю, что молитва эта короткая, но очень важная, и Бог ответит на нее. И это молитва помогает мне иметь правильные приоритеты в моей жизни. Я понимаю, что я здесь на земле для того, чтобы быть благословением для окружающих. Иисус приглашает всякого человека, кто сегодня жаждет Бога. Он говорит, приди и пей, чтобы тебе насытить всякую свою внутреннюю нужду. Но при этом он и говорит, и тогда, если ты будешь пить от меня, у тебя потекут реки воды живой из твоего чрева. И по сути, это то же самое, когда живые воды, они вытекают из моей жизни и текут, и растекаются в окружающий мир. Это то же самое, что быть благословением для других. И это то, что Бог приготовил для каждого из нас. И нам очень важно иметь правильный приоритет и быть сконцентрированным на этом, когда я говорю в своем сердце, Бог, я хочу быть благословением. И когда мы молимся такой молитвой, и когда мы имеем такой приоритет, когда я говорю, «Господь, я хочу служить другим людям», тогда мы тем самым готовим наше сердце, чтобы в какой-то правильный момент нашей жизни, в каких-то определенных обстоятельствах, в подходящий сезон нашей жизни, мы могли бы начать двигаться в тех Божьих делах, которые Бог приготовил для нас. И снова мы наталкиваемся на этот принцип, что это не всегда что-то просто одно сплошное сверхъестественное. Это сверхъестественный Бог со своей стороны и наша готовность со своей стороны, которые вместе соединяются и которые позволяют Богу действовать и внутри нас, и через нас. То есть мы со своей стороны готовим свое сердце, и мы держим это перед своими глазами, чтобы нам быть благословением. И я хотел бы вам дать несколько примеров, которые помогут вам, может быть, лучше понимать то, о чем мы сегодня говорим. Я не знаю, вы когда-нибудь слышали о таком Божьем человеке по имени Давид Вилкерсон? Бог использовал этого служителя Божьего для того, чтобы через него построить организацию, которая сделалась огромным благословением буквально по всему миру в очень многих странах, и которая была сосредоточена на работе с людьми, которые имеют различного рода зависимости, в частности, алкогольную зависимость и наркоманию. Это был огромный работой в многих странах, который он начал, и был благословение к тысячам и тысячам людей. Этот труд получил свое продолжение во многих странах нашего мира, и в буквальном смысле оказал просто неоценимую помощь тысячам людей. Но начало у этого человека, начало этой организации, этой работы были очень скромные. Он был просто инсигнификантно нормальный пентекостальный пастор, и один день он сделал решение, потому что он видел, что он смотрел слишком много телевизора, он сделал решение, чтобы остановить телевизору и, вместо того, spend one hour each night with God in prayer. Интересно, что он был, по сути, поначалу ничем не примечательным пятидесятническим пастором, одним из многих, до тех пор, пока он не обратил внимания в своей жизни, что он слишком много смотрел телевизор. И тогда он принял такое простое решение, что вместо того, чтобы смотреть телевизор, он будет час проводить с Богом по вечерам в молитве. И он рассказывал, что однажды, пока он молился в один из обыкновенных вечеров, он случайно увидел газету у себя на столе. Он увидел там небольшое сообщение о судебном процессе, который в тот момент шел над, мне кажется, пятью молодыми людьми бездомными, которые жили на улице и увлекались наркотиками. И там, при этой статье, была еще фотография сделана этих молодых людей, были ли они там, я не знаю, молодыми людьми, или все еще подростками, я точно не помню. Но смысл заключается в том, что когда он посмотрел на эту фотографию, то Духом Божьим Господь смог захватить его сердце и наполнить его сердце состраданием к этим молодым погибающим людям. И его сердце, захваченное состраданием, оно просто повлекло его умолиться за этих пятерых молодых людей, которые в тот момент находились под следствием. And after several nights of prayer for these drug addicts, he felt led to take his car and go to New York and see the situation of the young people on the street with drugs and all this. And again and again he would drive to New York and walk on the street and pray. And then finally he came in contact with these young people, not the five from the court, but with these many, many young people on the street living in drugs and all the dirt and everything. И это был его в конечном счете не единственная, это была не единственная его поездка, но он ездил регулярно в Нью-Йорк и он ходил по этому городу и молился. В конце концов он делал это до тех пор, пока он не познакомился с разными молодыми людьми, не теми именно, о которых он видел фотографии, но он познакомился с разными уличными людьми и в Нью-Йорке, которые сидели на наркотиках. И он проповедовал этим людям Евангелие, и все больше и больше людей стало приходить ко Христу и по молитве освобождаться от своей зависимости. Вот такой труд милосердия он начался с человека, который просто решил сначала молиться и искать Бога, а потом просто обратил внимание на газетную статью. И я уверен, что, наверное, очень многие христиане, например, речь идет об американцах в данном случае, они, скорее всего, видели и читали ту же самую статью, но в их жизни это ничего не зажгло. Но потому что этот человек начал со своей стороны делать все, чтобы приготовить свое сердце, Дух Святой мог взять его и использовать его, и повести его совершенно в другом измерении вообще и в его жизни, и в его служении как таковом. Хочу вам еще сейчас упомянуть одну цитату, которая была сказана одним известным служителем, но которая очень хорошо демонстрирует то, почему он делал в своей жизни то, что он делал. Человека этого звали William Wilberforce, и, может быть, вы никогда не слышали такого имени, но в англоязычной среде этот человек довольно известный. Человек этот жил довольно давно, он родился в 1753 году и дожил до... А умер он в 1833 году, так что это было довольно давно, как вы понимаете. Но это были как раз те самые времена, когда в Англии в том числе практиковалась работорговля. И вы же понимаете, как все это происходило. Белые люди из Англии, но и не только из Англии, но со всей Европы, они плыли на кораблях в Африку, и там насильно ловили чернокожих людей, и заковывали их в кандалы, и брали в рабство, и привозили их в Европу. Многие чернокожие люди жили ужасной жизнью, они пережили жуткие злоупотребления, многие из этих людей погибли, но, к сожалению, в те годы это считалось абсолютной нормой. И, возможно, вы слышали и знаете этот старый известный гимн «О благодать чудесная». Это слова этой песни, она связана с одним человеком, который зарабатывал тем, что он перевозил рабов чернокожих в Америку. Но случилось так, что этот человек, который зарабатывал вот таким ужасным образом, в один прекрасный момент был чудодейственным образом спасен, и его глаза открылись на все эти беззакония, которые он делал. И именно так и зародились слова этой песни у этого человека. И, как вы знаете, слова звучат так. «О благодать чудесная, та, что спасла меня», но на самом деле он пел, которая спасла такого негодяя, можно так сказать, как я, такого вообще никчемного человека. В один прекрасный момент Уильям Уильберфорс услышал историю капитана корабля, который спасся и осознал. И Уильям Уильберфорс был известным политиком, он был членом английского парламента. Опять благодатью Божией этот человек был потрясен, он пришел в себя и увидел, насколько это нечестивая и ужасная вещь, шаботорговля, которая в те годы в его обществе была абсолютно приемлемой. Итак, я вам его цитирую. Эта цитата передает Божье действие в его сердце. Слушайте, Вонти, он сказал, что коррупция в обеспечении выглядит так огромной для меня, так ужасной и невероятной, что я не решила решить обозначить ее. Он говорит, вот это извращение работорговли кажется мне таким ужасным, таким безобразным и таким омерзительным, что я в полной мере решил для себя сделать все, чтобы работорговлю устранить. Послушайте еще раз посвящение этого человека. Он говорит, я уже без возврата назад решил для себя устранить работорговлю. Речь идет об одном человеке, который под Божьим действием просто восстал и решил изменить все окружающее его общество. И он продолжает дальше и говорит, и мне все равно, какие последствия меня ждут, какие угодно, я решил и я это сделаю, я добьюсь того, чтобы рабство было отменено. И он был очень уверен, что он будет иметь многих врагов, потому что многие-многие люди сделали много денег с его обозначениями, и они были очень влияния в общество. Уилбер Форс прекрасно понимал, что такого рода действия с его стороны они произведут огромных врагов в его жизни. Причем он знал, что известные и очень богатые люди занимались работорговлей, и они немало на этом обогащались. И он понимал, что у него будут всякого рода большие неприятности и последствия, но независимо от этих последствий, угрожавших ему, он посвятил свою жизнь на то, чтобы сделать то, что Бог от него хотел в тот момент. И так как работорговля считалась абсолютно обыденным и нормальным занятием, ему потребовались долгие годы для того, чтобы изменить настроение в обществе. И спустя многие-многие годы такой затяжной и болезненной борьбы этот человек в конце концов добился, чтобы британский парламент принял закон, запрещающий работорговлю. И буквально несколько дней спустя после того, как был принят этот закон, он вернулся домой к отцу. Он отошел к Господу. Миссия завершена. Честно сказать, я могу представить себе, что многие современники Уильяма Уильверфорса точно так же размышляли в своем сердце и думали, вообще работорговля – это нормально, это вообще дело богоугодное или что? Я думаю, у многих людей были сомнения. Но Бог смог затронуть его сердце, и это изменило навсегда его судьбу. Он понимал, ради чего ему после этого следует жить. И интересно, что же было такого другого в нем, что отличало его от многих современников-христиан. Этого человека коснулся Бог, его сердце затронул Бог, и он хотя бы в какой-то мере смог увидеть и понять, насколько омерзительным делом являлась работорговля в Божьих глазах. Бог проинициировал все это, но это был человек, который последовал за Божьим побуждением. Хочу вам рассказать тоже примеры своей собственной жизни. Скромный пример, но который описывает тот же самый принцип. Я родился на территории Восточной Германии, но спустя какое-то время после того, как я уверовал в Дух Святой, побудил меня сменить место жительства и переехать в западную часть Берлина. Может быть, вы слышали об этом, например, в школе, но смысл в чем? В том, что западная часть Берлина – это был почти что остров, который был окружен такими просоветскими вещами. И только когда я переехал в западный Берлин, там мои глаза в определенном смысле открылись на то, насколько ужасен по своей сути был коммунизм и что он делает с людьми. И меня как-то раз в продолжение истории позвали в собрание, ну, в такое просто небольшое празднование христиану, которое проходило в восточной части Берлина. И интересно, что пока я находился на этом праздновании, я типа случайно увидел, просто обратил внимание на такие небольшие обстоятельства, незначимые для окружающих людей, но которые имели для меня гигантское значение. Я просто натолкнулся на то, как один брат, ну, с запада, он был из Италии, он вел беседу с двумя братьями из восточной Германии. В какой-то момент их беседы я увидел, как он из внутреннего кармана своей одежды достал две кассеты в те времена, которые использовали люди с проповедями и передал этим двум братьям. Я увидел, какую огромную радость это вызвало у братьев из восточной Германии вот такой скромный подарок, состоящий из двух проповедей. А у них было столько эмоций, как будто в один день случилось Рождество, Пасха и День Рождения у них. Они радовались и ликовали, я просто потрясен был до глубины души. Я просто задумался, подумал, у меня дома сотни кассет с разными чудесными проповедями. Я их уже наслушался, и теперь они только пыль собирают у меня на полках и больше ничего. И я подумал, надо же, если две кассеты у этих братьев вызывают такую радость и такую благодарность, я однозначно могу посодействовать к умножению этой радости. Я подумал в этот момент и решил для себя, я не могу сказать, что это Бог меня как-то вдохновил или побудил, я там голос Божий услышал, просто я решил для себя, что я этим братьям привезу кассеты и все. Я устроил свою машину таким образом, я ее подготовил, что я мог припрятать приблизительно там что-то в районе 50 кассет. И подъехал к границе, потому что была граница между западным и восточным Берлином, и я имел право в гости поехать на территорию восточного Берлина хотя бы на день. Но потом, когда я подъехал к границе, меня обуял такой страх, потому что я увидел там солдат, каких-то пограничников, которые, ну, у них была такая манера поведения специфическая, то, как эти люди держались, они обыскивали все проходящие границу машины. И знаете, что я сделал? Вот когда пришла очередь обыскивать мою машину, я был в таком ужасе и в таком страхе, я помолился и сказал, Господь, вот каким дураком я был, что я вообще в этого все ввязался. Я прошу тебя, ты меня в этот раз как-нибудь обереги, и я больше никогда на подобные авантюры не подпишусь. Да, и в какой-то момент мне казалось, что он уже как раз-таки и нашел мой тайник с кассетами, и меня теперь просто в тюрьму посадят. И вдруг, в этот самый момент этот человек перестал свои поиски, повернулся ко мне и сказал, все, проезжай. И я поехал навстречу с христианами и привез им не две кассеты, а привез им, ну, наверное, собрание из 50 кассет. И они были просто, не передать радость их. Да, просто праздник какой-то был. Да, и когда я увидел их радость, я переменил свое решение, я сказал, Господь, да я еще раз готов. И это было таким зачатком служения, вспоможения, которое в конечном счете развелось в моей жизни. И все это получило свое развитие, потому что Господь в конечном счете дал мне понимание и план, как я смогу перевозить вещи в Восточную Европу, и чтобы меня не поймали. И сверхъестественно появились в моей жизни люди, которые стали жертвой для этого финансы, которые предложили свою помощь, и это все было сверхъестественно, потому что я о своих вот таких начинаниях особо не распространялся. И в последние годы, до 1989, когда коммунизм уничтожил, мы привезли тысячи и тысячи книг, и тысячи книг, и тысячи кассет, и кассет, и машины, и видеоплееры, и телевизор. Мы привезли все к крестам в Восточной Германии. И вплоть до 1989 года, когда пал коммунизм, как таковой, нам удалось тысячи книг, тысячи кассет, и специальные аппараты для размножения аудио- и видеокассет, и даже телевизоры, мы смогли вывезти просто огромное количество всего в Восточную Германию. В тот момент в нашей библейской школе мы записывали видеокассеты с проповедями, с учениями, и мы смогли вывести все эти важные обучающие материалы в Восточную Германию. И один брат из Восточной Германии, его full-time job was driving all around the country and visiting the little home groups that were all over and showing videos with his video player and television set and collecting some money and then going to the next place. He did this for years and was visiting many, many Christians in underground. Был у нас еще такой удивительный один брат, который вместе с нами трудился. Он жил на территории Восточной Германии, и вот эти все, например, материалы из библейской школы он возил из одного города в другой по Восточной Германии по всем этим небольшим домашним группам, которые тогда уже там существовали среди верующих. И он со своим видеомагнитофоном и с телевизором приезжал, и показывал им все эти материалы, собирал часто средства для дальнейшего развития. И вот так долгие годы он ездил, это была его работа на полное время по всей Германии с обучающими материалами нашими. И даже несмотря на то, что в какой-то момент времени мне был запрещен въезд в Восточную Германию, потому что там какие-то начальствующие узнали, как-то они меня связали с этими материалами, которые они где-то находили. Я стал персона нон-грата и не мог больше въезжать на территорию Восточной Германии. Но мы подумали, ну хорошо, есть еще и другие страны, это Румыния, Чехословакия, Болгария. И потом мы подумали, сможем еще быть благословением для Мадагаскара, например. На что я хочу обратить ваше особенное внимание? Понимаете ли, друзья, ни разу вот во всем этом многолетнем служении, то есть ни разу Бог не говорил мне и даже с самого начала, это моя воля, я хочу, чтобы ты пошел и занимался именно этими добрыми делами. Я не слышал никакого сверхъестественного голоса. Все началось это буквально с небольшой ситуации, на которую большая часть людей не обратила бы внимания, когда два христианина чрезвычайно обрадовались двум кассетам с проповедями, которые им кто-то подарил. И смысл еще в том, что, например, мое нынешнее служение на территории бывшего Советского Союза является продолжением этого маленького начала. К чему я вам все это говорю? Ты был призван Богом делать Его дела и быть благословением для окружающих людей. Бог ищет таких людей, которые просто в какой-то момент готовы повернуться к Богу, чтобы Он мог их коснуться и чтобы Он мог двигаться через них. Бог ищет таких людей, которые могут пройти через определенный процесс внутреннего восстановления, но которые при этом и будут одновременно оснащены для того, чтобы пойти и делать Божие дела. И я понимаю, что ваша история и ваше служение, скорее всего, будут очень сильно отличаться от моей и вообще будут совершенно над другой, но это все равно не меняет сути всего происходящего. Бог ищет в себе таких людей, которые будут доступны для Него и которые скажут Господь, вот он я, меня пошли. Давайте с вами посмотрим 2 Парлипоминон, 16 главу, 9 стих. Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. Важно нам всем понимать, что, например, Божья любовь и Божье сострадание, они толкают Бога делать что-то практическое для страждущего человечества. По сути, у Бога нет никаких ограничений. Бог не нуждается в финансах, Ему не нужна какая-то организация, но Он нуждается в людях, которые откроют свое сердце для Него и скажут, вот он я, Господь, Ты используй меня, Ты меня пошли. Посмотрите на этот стих внимательно. Там не написано, что когда-то было такое время, когда Бог искал по лицу земли. Вот таких людей нет. Это происходит сегодня, здесь и сейчас. Бог ищет таких людей, которые отдадут Ему свое сердце, которые смогут посвятить Ему всю свою жизнь на Его планы и на Его цели. Ищет Он таких людей, которые не говорят Господь только меня благослови, но которые в своем сердце говорят Господь и сделай меня благословением для других. И здесь также говорится, это, например, дословный перевод с английского, что Господь, у нас написано, Он осматривает земли, чтобы укреплять, но чтобы показать себя сильным за тех людей, чьи сердца преданы Ему. Он их изменит, Он их оснастит всем необходимым и вышлит их. И это воля Божия для вас лично. Бог говорит о Давиде, я нашел человека, который исполнит мою волю, человек по сердцу моему. Это Деяние 13.22. Давайте с вами посмотрим еще 33 главу Иеремии и 3 стих. Это на самом деле очень важный отрывок Писания в моей жизни. Итак, Иеремия 33.3. Воззови ко мне, и я тебе отвечу, возвещу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. В свое время этот стих захватил мое сердце, и я просто сделал из него молитву. Я говорил, Господь, вот я взываю к тебе, я воплю к тебе. И ты обещал, что ты ответишь мне. Ты покажи мне. Это великое и недоступное, чего я еще не знаю. И это было незадолго до вот этой вот небольшой истории, которую я вам рассказал, которая случилась во время празднования в Восточном Берлине. So it happened in 1986 or 87, I don't know exactly anymore. И я не помню, это был 1986, может быть, 87 год. Я уже точно не могу сказать. I was praying in my office, and then suddenly in a different or in a stronger way, the Holy Spirit came upon me, and I spoke for a long time in tongues. I was praying in tongues. Я помню, что я молился у себя в офисе, и каким-то особенным образом, как-то по-другому на меня нашел Святой Дух, и я затяжное время молился на языках. И я чувствовал, что в этот момент происходило что-то очень важное. И спустя какое-то время после молитвы я вдруг начал истолковывать свой собственный иной язык. Я начал говорить по-немецки, и это было слово-пророчество. Просто удивительно, что оно было предназначено мне самому. И в этой пропекции я слышал Бог прозвучивание на дух коммунизма, и Он сказал, что стеклянка будет вниз, и черный дверь будет отрываться, и будет свободу для Господа в этих коммунистских странах. Я просто услышал, как Бог начал говорить, и Он сказал, я осужу дух коммунизма, я пролью свой суд, и стена берлинская будет разрушена, и придет это время свободы для бывших коммунистических стран. И для меня это не была просто какая-то информация, которую я выдавал. Для меня это было нечто удивительно, вдохновляющим, потому что в этот момент я осознавал, что каким-то сверхъестественным образом моя жизнь будет связана с этим Божьим планом. И, честно вам сказать, я никогда до этого не слышал, что, например, коммунизм падет. И так моя жизнь развернулась в сторону Востока. Это было самое начало. И потом, после этого, произошла эта история с двумя кассетами, и все началось. Так, подводя итог нашему вот этому длительному разговору о вере, позвольте мне сейчас сказать следующее. И это мои заключительные слова. Друзья, ищите Бога, стремитесь к Нему, приходите к Нему, и позвольте Ему показать вам, как Он хочет вас использовать для того, чтобы вам быть восстановленным, но при этом и быть благословением для других людей. Примите для себя это твердое решение, что вы будете старательны, вы будете прилежны, вы будете прилагать усилия в слове и в молитве, и что вы будете взыскивать Бога каждый день, и делайте это раз за разом. Качайте веру и Слово Божие, утверждайте вашу веру в слове, исцелитесь от болей вашего прошлого, позвольте Богу освободить вас от любого рабства и от любой горечи. Выберите это для себя, решите это твердо, что вы будете человеком по сердцу Божьему. Который обязательно найдет и будет ходить в тех добрых делах, которые Бог предназначил вам исполнять, и вы сможете быть плодоносны, и сможете быть благословением для многих других людей. И что жизнью своей вы умножите славу Господу на этой земле. И что вы своей жизнью будете живым доказательством того, что есть Бог на свете, Бог, которого заботит жизни людей, живущих на этой земле, и который готов что-то сделать для них. И тогда вы будете премного благословлены Богом. И тогда ваше сердце будет наполнено глубочайшей уверенностью, что вас ждет награда вашего Отца Вечности. Поэтому растите вере. И будьте благословением для других. И тогда Бог обязательно пребудет с вами. Аминь. Спасибо, что вы нас смотрели, что вы слушаете. И я очень сильно верю, что вы будете людьми, которые будут делать со своей стороны свое домашнее задание, которые будут практиковать в своей жизни все эти вещи, о которых мы говорили на этих 11 уроках. И что ваша жизнь, она начнет двигаться тогда. Поэтому пусть Бог вас благословит. И до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.